Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам хочу показать и рассказать немножко о своей работе, о работе вот такой вот юки, вот такие вот цветы юки у меня получились. Цветы-то получились, а вот видео не получилось. Куда-то делось у меня в телефоне, куда не могу найти. Где-то есть, а как открыть, не знаю. Я не специалист в этом деле. Не умею и не понимаю. Ну вот пропало видео. Но я немножко расскажу вам то, как я делала эти цветочки. Расскажу и покажу на одном цветке. А как уже собирать всю веточку, я туда дальше тоже немножко расскажу. Итак, сейчас покажу, как я делала маленький вот такой вот цветочек. Здесь есть цветочки и с серединкой, и есть просто бутончики без серединки. Нам надо сделать маленькие цветочки. Берем бутылку из-под молока. Есть бутылки с вот таким вот некрасивым, можно так сказать, рубчиком. И есть бутылки вот с таким более широким рубчиком. Я брала бутылки, у меня уже таких не осталось бутылок. Я брала бутылки из под кефира, из бутылок фирма Простоквашина. Там очень хорошая вот такая вот плоскость, плоскость бутылки. И там хорошие такие мягенькие получаются полосочки. Вырезаем из таких бутылок вот так вот. Вот так вот вырезаем. Лепесточки. Шесть штучек нам надо вот таких вот. Шесть штучек лепесточков. Шесть. Высота такого лепесточка получается 6 сантиметров. Ширина такого лепесточка получается 2 сантиметра. Но если где-то что-то чуть-чуть туда-сюда, это не страшно. Но и здесь где-то получается 6-7 сантиметров. Вырезаем вот такой вот лепесточек. Вот такой вот. С таких лепесточков нам надо шесть штучек. Вот они, 6 штучек. Вырезаем вот такой вот кружочек. Кружочек я вырезала, уже показала, вот с такой вот бутылки. Очень удобно. Здесь уже есть такая выпуклость. И получаются вот такие кружочки. С таких вот бутылок вы можете, с любых, с разных, как вам нравится, как вам хочется. Здесь нету никаких таких строгих правил. У меня были такие остаточки, были такие бутылочки, остались остаточки. Я вырезала кружочек чуть поменьше. Вот так вот. В кружочке, что в одном, что в втором, мы делаем по два, горячим шилом делаем по два прокола. Нужны нам будут тычинки. Берем проволочку. Я брала вот такую вот. Оголила ее. Набрала. Ну, я набирала, я уже даже не помню, наверное, по 12 штук бисера. Вы можете набрать столько, сколько вам хочется. И такой бисер, какой у вас есть. Посерединке я оставила вот такую вот паеточку. А на кончике, на каждую проволочку, я одела уже бусинку покрупнее, для того, чтобы она просто не проскакивала у нас в наших дырочках. Дырочки можно делать здесь небольшие. Что делаем дальше? Берем наши три лепесточка и их складываем на три. Вот так вот складываем. Сложили вот таким вот образом на три. И уже горячим шилом прокалываем две дырочки. Раз и два. Горячим шилом. Я сделала вот так вот два прокола. Теперь берем, собираем еще наши три лепесточка. Вот так вот, таким вот образом. И уже наши эти лепесточки раскладываем вот так вот, чтобы было на шесть лепесточков. И уже по вот этим вот дырочкам мы делаем еще два прокола на этих трех лепесточках. Ну, раскладываем их так, чтобы они лежали и смотрелись красиво. Вот так вот. Вот. Получился вот такой вот цветочек. Вот такая заготовочка. Так как у нас уже все есть. Берем нашу тычинку. Вставляем кружочек посветлее. Вставляем цветочек. Так вот. И сзаду вставляем наш зелененький этот кружочек. Вот так вот. И получился у нас вот такой вот цветочек. Здесь закручиваем. Все прокручиваем. И получается вот так вот. Получился у нас такой здесь цветочек. Теперь берем и загибаем наши лепесточки. Вот так вот. И эти загибаем. Получается вот такой вот цветочек. Берем проволочку, то есть ленточку тоненькую. Срезаем ее здесь на уголок. Подставляем под низ нашей проволочкой. Можно еще раз зафиксировать, чтобы было поплотнее. Так. Это был пассатижа. Мы можем здесь все это подтянуть. Вот так вот немножечко. Вот. И здесь пассатижами подкрутить. Так. Получилось вот так вот. Сейчас немножечко подкручу. Итак, я теперь обкручиваю всю нашу цветонушку, всю нашу проволочку ленточкой. И все это запаиваю. Запаиваю на свечке. Запаиваю хорошенечко, чтобы все это не прокручивалось. И так до конца. И так я буду делать до конца. Теперь я беру вот эти вот кончики и немножечко, чуточку. Так. Получился как шарик на кончике. Получились вот такие вот, как шарики. Получился вот такой вот цветочек. Точно такой же цветочек я делала и бутончиком. Только я делала без серединки и без вот этой вот желтенькой вставочки. Просто получился вот такой вот обыкновенный вот бутончик. Когда мы насобирали нужное нам количество наших цветочков, мы делаем, уже собираем веточки. Веточки я собирала вот так вот, значит, верхнюю веточку, самую главную я делала, уже подставляла сюда более плотную проволочку и подкладывала сюда вот бутончики, потом немножко цветочков. Все обкручивала лентой и хорошенечко запаивала. Запаивала я все на свечке. Потом я делала отдельно небольшие вот такие вот соцветия. Тоже делала, получались они, значит, верхние два бутона, два цветочка, два бутона, два цветочка. Таких было у меня три штучки. Следующий ряд я уже делала два бутончика, получается, и три-четыре цветочка. И уже нижние я делала тоже два бутончика и получается четыре-пять цветочков. Это все на ваше усмотрение. Какой вы хотите делать цветок? Большой, маленький, пышный, более такой вот, ну, поменьше цветок. Это все зависит от вашей фантазии. Когда я все закрутила, сделала цветочки, я их начала подставлять так, чтобы было красиво. Вот получается даже не в шахматном порядке, а так вот. Один сюда, один сюда, один как бы как с трех сторон, только на разном расстоянии. Точно так же делала и все остальные веточки. Вот, смотрите. Получается вот так. Получается очень интересно. Проволочку я брала, ну, плотненькую такую, чтобы она не падала и не ломалась. Потому что получается все равно тяжеловатая. Ну, пластик, он сам по себе тяжелый. Тем более здесь и проволочки много и всего этого. Дальше я делала вот такие вот листочки. Листочки как у юки. Но здесь уже такой, как правила техники, нет. Здесь уже, опять же, как вам все видится, как у вас получится. Бутылок зеленых ушло немало. Делала я, вырезала длинную полосочку, обходила на свечечки, перегибала их пополам и уже потом собирала таким вот кружочком. Соединяла их между собой и получилась у меня вот такая вот, вот такие вот листья. Все залила я в ротбанд. Залила я хорошо, чтобы она у меня стояла, эта юка. Потому что она тяжелая, большая. Хочу сказать, очень красиво смотрится. Очень, как будто бы как настоящая. Ну, а теперь вот этот вот один цветочек я куда-то вот даже вот так вот брошу. И пусть он там у меня лежит. Кому понравилось, оставайтесь со мной на канале. Подписывайтесь. Пишите комментарий. Ну, вот мне написала одна моя подписчица, что хотелось бы увидеть мастер-класс на эту работу. Где-то есть, где не могу найти я у себя в телефоне. Куда оно делось, не знаю. Так что вот получился вот такой маленький мастер-класс. Оставайтесь. И будем и дальше с вами продолжать делать красивые и интересные цветы из пластиковых бутылок.